Тут, если что, была штука для брызгалки воды. Этот хвостатый перевернул жизнь семьи Дроздовых. Бруки – это безудержная энергия. 24 на 7 ему нужно играть, бегать и кусаться. Дмитрий и Юлия сами ведут активный образ жизни, поэтому и собаку подбирали по своему характеру. Долго искали у заводчиков именно Джек Рассела. Нам наши родственники скидывают фотографию в социальных сетях, что вот есть такой пёс, Джек Рассел, которого вы и хотели, но, как они сказали, с небольшим недочётом, наверное, что он глухой. Во-первых, взять собаку – это огромная ответственность. Во-вторых, взять глухую собаку – это, не знаю, ответственность увеличивается в 10 раз. Бруки с рождения передавали из рук в руки. Несколько раз его хотели усыпить. В семье Дроздовых пёс живёт месяц и уже как родной. Супруги понимают, как Бруки нужно будить, какие жесты он понимает. А ещё в семье уверены – глухота Бруки – это не слабость, это его фишка. Он не лает, он не слышит, что лают другие собаки, он на них не реагирует. То есть мы идём по улице, и он не видит, например, собаку сбоку, и она на него лает, что ты типа давай поиграть, а он идёт такой спокойно. Мы говорим, да у нас воспитанный пёс, поэтому он не реагирует на всякую мелочь. Многие говорят, что вот у вас собака глухая, как так, жалко. Нет, не надо даже провалять к нему жалости, мы сами подшучиваем над ним, поэтому это всё нормально. Он любит смотреть на себя в зеркало, как безумный тряпошник раскидывает вещи из шкафа, подгрыз диван, содрал обои, досталось и медведю. Теперь некоторые вещи приходится прятать на балконе. Ну, как бы вот, он был на диване, стащил медведя и разорвал. Сейчас я разорву его. Он этого ещё не знает. И даже после всего этого хозяева не понимают, как можно было вообще подумать об усыплении шкодливого, глухого, но невероятно любящего жизнь пса. У нас он уже достаточно взрослый, то есть он уже, ну, как бы ему год. А когда он был маленьким крошечным щеночком, как вообще можно было такое чудо? Не то чтобы усыпить, просто отдать куда-то. Это такая радость, что она у нас живёт.